В Беларуси официально зарегистрировали терапевтическую вакцину от рака легких Цимовакс. Препарат разработали в Кубинском центре молекулярной иммунологии. Она применяется уже с 2011 года. Уточняется, что наиболее эффективно препарат воздействует на людей младше 60 лет. За последние годы медсредства одобрили во разных странах, в том числе в Аргентине, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Колумбии, Парагвае, Перу. С ноября в стране начнет работать специальный реестр перевозчиков и водителей в нерегулярном сообщении. Тестовый режим стартует уже в августе. База будет взаимодействовать с информационными системами ГАИ, Белтехосмотра, Бюро по транспортному страхованию, Единого государственного регистра юрлиц и ИП, а также регистра населения. Это позволит систематизировать всю информацию. В результате субботней непогоды пострадали 62 населенных пункта в 10 районах Беларуси. Повреждены кровли 230 жилых домов, 3 объекта соцкультбыта, 73 сельскохозяйственных зданий и 38 хозяйственных построек. Зафиксированы 372 случая падения деревьев. В течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Минобороны запустила акцию «Марш победы» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Продлится она по 20 июля. Легендарные танки Т-34 провезут по населенным пунктам, особо отличившимся в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Также свои таланты продемонстрируют армейские творческие коллективы и специалисты кинологического центра. Жители белорусских городов смогут посетить передвижные выставки вооружения. В Бобруйске определены разрешенные места для отдыха у воды. В этом году жители города смогут безопасно провести время только в трех местах. На озерном пляже Санатория Шинник, первом и втором центральных на берегу Березины. Категорически запрещено купание в местах нахождения плотин, дамп, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений. На озерах, противопожарных водоемах, технических и миллиардативных каналах.